Для меня наследие не просто здание или та застройка, которая осталась от прошлых эпох, а в первую очередь это люди, с которыми мне посчастливилось работать или как-то пересекаться по жизни. И очень тепло вспоминаю этих людей, я считаю, что без них моя жизнь и вообще жизнь не могла бы состояться в целом. Один из самых удивительных людей, архитекторов, с которыми мне довелось встречаться, это Ян Андрей Черебаин. Наверное, более человечного человека я в своей жизни не встречал. Я никогда не слышал от него грубого слова не просто вообще, а уж по отношению к студентам тем более. Он был самый демократичный человек, которого мне довелось встречать в профессии. Он по-доброму подсмеивался над многими вещами, что-то ему не нравилось, что-то он не принимал. Но вот та толерантность или та доброта по отношению к людям и к профессионалам, которых он знал, она его, конечно, ставит в особый совершенно ряд людей. Только потом, уже после его смерти, я узнал, сколько людей он просто спас в сталинскую эпоху. Может быть, в силу своего классического питерского образования, он не очень любил конструктивизм. Хотя он работал в стилистике конструктивизма. И даже есть на новом поселении, нет, в Красном городе Саде дом, который он построил перед войной, выдержанный в такой конструктивистской стилистике, как тогда делали. Но все-таки душа его лежала к более такой классической архитектуре, более взвешенной, теплой. Ему казалось, что архитектура вот короткого сталинского ампира, да, это вот как бы то, что надо. След, который он оставил, он, конечно, просто уникален. Потому что, еще раз повторюсь, что дело не в одной архитектуре, а дело вот в тех качествах людей, которые эту архитектуру творят. Вот Рибайн для меня, безусловно, такое этическое начало, верхний уровень, такая вершина своеобразная, человеческая. Второй человек, которого, опомню и люблю, это замечательный архитектор и замечательный преподаватель Разумовский. Он велик тем, что он спас наш театр Волька. Вот это, наверное, один из самых удивительных поступков, которым мог совершить человек и остаться в памяти потомков навсегда. Наряду с другими архитекторами он представил альтернативный проект, и театр не изуродовали. Его хотели сделать неоклассическим пристроить громадную колоннаду, эти материалы опубликованы. И театр в том виде, вот этот шедевр, который нам подарила судьба, Ростову подарила судьба, спас именно Разумовский. Потому что в его ситуации в то время она была почти безнадежна. Вот для меня это повод сказать о том, что не бывает безысходных ситуаций. Какое бы время ни было, такое или иное, как бы безысходное, как в Брежневские времена, все равно есть люди, которые говорят, нет, я так не думаю, я думаю по-другому. Вот он думал по-другому, он считал, что это ценность. И он умудрился это здание отстоять. Конечно, его внутреннюю структуру поменяли. Конечно, были какие-то палеотивные решения. То есть нельзя сказать, что он в идеальном состоянии его отстоял. Но он спас суть этого театра. Он спас его как пространственную систему. Вот это самая большая заслуга Разумовского. У него не было званий, он не защитил диссертацию. Но он был настолько ученым по своей сути, и он был настолько открыт новому, что, наверное, это дорогого стоит. Это люди, которые очень сильно повлияли на ростовскую архитектуру, и более того, на этическую сторону профессии, на отношения между людьми. Вот для меня это крайне ценно. Конечно, не могу не упомянуть Алексея Эльбрусовича Гутнова. В то время он работал над рабочим проектом пешеходной зоны Арбата и ввел в генпланы Москвы самую тяжелую часть. То есть он был мозговым центром генплана Москвы. И в его отделе закладывались интеллектуальные основы будущего развития Москвы. Вот сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, чего Москве остро не хватает. Во времена Лужкова администратор или человек с большим карманом денег, он играет гораздо большую роль в развитии города, чем ученый или градостроитель, который представляет ситуацию совершенно иначе. И вот Лужковская Москва, она потому и вызывает такое бешеное раздражение, потому что ей занимаются не люди уровня Гутнова, а совершенно другие люди. В 1937 он защитил докторскую диссертацию, но при этом у него не было состояния накатурных. Наоборот, он считал, что то, что он сделал, открывает поле возможностей. Я свято верю в то, что он говорил, потому что он говорил, ой, ребята, теория Града в том виде, в каком ее преподают сейчас в вузах, это замухрение мозгов. Я очень хорошо запомнил дословно эту фразу, замухрение мозгов. Это заморочка, потому что на самом деле он четко знал, и в этом не было никакой гордыни абсолютно, что он открыл совершенно новое поле возможностей для людей, которые будут заниматься городом. Он перевел это на высочайший теоретический уровень. Вот знаешь, Андрей, один из самых сложных вопросов, и в мире на него нет однозначного ответа до сих пор. Это все абсолютно конкретно, абсолютно. Это связано с конкретностью каждого здания, каждого квартала, каждого фрагмента городской ткани. Как к нему относиться? Дело в том, что высшая ценность – это не просто отдельное здание, а это то, как оно входит в окружение, как оно разговаривает с соседями. Оно с ними согласуется? Оно с ними говорит на одном языке? Или оно категорически с ними не согласно, раз согласовано? И тут и другой вариант возможный. Все дело в том, как это сделать талантливым. Безусловно, как бы идет дальнейшее разрушение первоначальной целостности. Назовем его, это разрушение великатным словом «конвергенция», как бы проникновение разных пространств. Город так устроен, что так или иначе происходит проникновение разных времен в виде разной застройки, иногда может быть нестыкуемость соседней. Вот высший пилотаж для меня, когда это застройка, может быть не полностью, может быть частично, но она сохраняется, и вот здесь гигелевский принцип – в снятом виде. То есть она переходит в новое качество. Сейчас объясню, что я имею в виду. Если говорить о квартальной застройке, то это, наверное, самая гуманная и самая человечная форма, которая придумана была градостроителями. Я видел, что такое квартальная застройка в Барселоне, и после этой поездки она всегда осталась поклонником вот этой квартальной застройки. Ну вот, отвечая на вопрос, что было бы, если бы радикально что-то надо было переустроить. И в частности, пришел бы ко мне представитель власти или заказчик и сказал, у вас карт-бланш, вы можете все, что угодно сделать на Зеленом острове. Ответ очень простой. Я бы ничего не делал. Абсолютно ничего. Зеленый остров, во-первых, очень тяжелое, как я знаю, в историческом плане место. Там происходят не очень приятные вещи, насколько мне известно. Но суть даже не в этом. Суть в том, что это так исторически сложилось, это такие зеленые легкие города. Это уникальный парк, которым ростовчане не пользуются. И они пользуются в очень узком коридоре. Они на него смотрят. Они на него смотрят с левого берега, они смотрят из города. Но там они практически не бывают. И там могла бы быть, конечно, замечательная пляжная зона. Но она есть, но очень такая, неразвитая. Там нет инфраструктуры, я думаю, она там и не нужна. И более того, я бы был против того, чтобы там были базы. Там сейчас есть база нашего университета, остаток наследства, база пединститута. И еще несколько мелких таких баз. Вот есть природные ареалы, в которые просто не надо вторгаться. Их не надо трогать. И слава богу, что они существуют. А если шире отвечать на этот вопрос, то вообще противник какого-либо революционного радикализма. Он ни к чему хорошему не приводит. Потому что любая культура, она эволюционна. И вот если у нас есть историческая память, то она заключается в том, что есть люди, которых мы любим.